Пример. Конструкция состоит из двух частей, шарнирно-соединенных в точке С. Опора В представляет собой одностороннюю связь и допускает проскальзывание с коэффициентом трения F равно 0,2. Опора А – неподвижный шарнир. К конструкции приложена пара сил с моментом М равным 10 кНм, сила Q равная 10 кНм, под углом альфа равным 60 градусам. Размеры даны в метрах. Найти пределы изменения нагрузки P, действующей под углом β 30 градусов, на конструкцию в условии равновесия. Решение. Первое. Задаем направление возможного движения подвижной опоры, скользящей с трением. Предполагая возможное движение ползуна B влево, силу трения F направим направо. Предельное значение силы трения связываем с нормальной реакцией опоры N по формуле Кулона. F трения равна N умножить на F, где F равно 0,2 коэффициент трения. Второе. Решаем задачу о равновесии системы тел. Для этого систему разбиваем по шарниру C на две отдельные части. АС и СБ. Реакции шарнира C, XC, YC для левой и правой части направлены в противоположные стороны. К точке A прикладываем две составляющие реакции неподвижного шарнира XA, YA. Действие ползуна заменяем нормальной реакцией N, направленной вниз, так как ползун по условию задачи является односторонней связью и силой трения F. Из множества комбинаций уравнений равновесия выберем уравнение моментов относительно точки А для всей системы в целом. и сумму моментов относительно С для правой части. Сумма моментов относительно точки А для целой части равна минус N умножить на 13 Момент берем со знаком минус Минус F трения умножить на 8 Момент берем со знаком минус минус Q умножить на 7 умножить на синус альфа плюс Q умножить на 8 умножить на косинус альфа Момент берем со знаком плюс плюс P умножить 4 косинус бета плюс 13 синус бета Момент берем со знаком плюс Момент берем со знаком плюс Момент берем со знаком плюс. Равна нулю. Сумма моментов относительно точки С для правой части равна минус n умножить на 6. Момент берем со знаком минус. Минус f трения умножить на 4. Момент берем со знаком минус. Плюс p умножить на 6 синус бета. Момент берем со знаком плюс. Момент берем со знаком минус равна нулю. Уравнение. Вместе с законом Кулона. Образует замкнутую систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными. n f трения p Решение системы имеет вид. n равно 3p разделить на 6 плюс 4f. p равно 3 плюс 2f разделить на 0,978 плюс 0,746 При f При f равно 0,2 получаем p1 равно 3,015 кН. Эта нагрузка для движения влево является предельной. Третье. Меняем направление возможного движения системы и направление предельной силы трения. Третье. Пусть ползун B движется вправо. Силу вектора f трения направим в противоположную сторону. Очевидно, знак момента силы вектора f трения в уравнениях изменится на противоположный Следовательно, решение для нового направления движения будет отличаться только знаком при f Получим p2 равно 3,136 кН. Значения p1 и p2 являются границами области равновесия. чтобы убедиться, что равновесие соответствует значениям нагрузки между этими числами, определим p при f равно нулю. Действительно, имеем p1 меньше p равно 3,66 кН меньше p2. п2. Из выражения для n также следует, что при f равной плюс-минус 0,2 нормальная реакция n больше нуля, поэтому отрыв ползуна b от поверхности невозможен. Таким образом, рама находится в равновесии. при p-минимальное меньше либо равно p, меньше либо равно p-максимальное, где p-минимальное равно 3,15 кН. p-максимальное равно 3,136 кН. Этим нагрузкам соответствуют следующие значения нормальной реакции. n-минимальное равно 1,33 кН. n-максимальное равно 1,806 кН. то не.